МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этот день, 24 марта, родились. Василий Трубецкой, представитель княжеского рода Трубецких, генерал от кавалерии, командир русских войск во времена Отечественной войны 1812 года. Арест Кипренский, художник-портретист. Одна из самых известных его работ – портрет Александра Пушкина. Писатель и моряк Алексей Новиков-Прибой. Большинство его рассказов связаны с морем. Иван Козловский, легендарный певец-стенор Большого театра в Москве. 24 марта 1613 года в Ибатьевском монастыре в Костроме 16-летний отрок Михаил Романов дал согласие взойти на русский престол. 24 марта 1901 года был открыт Большой зал Московской консерватории. 24 марта 1960 года состоялся первый полет пассажирского самолета Ту-154. 24 марта 1713 года в Петербурге основана Александра Невская лавра. В настоящее время лаврами в России называют всего два мужских монастыря. Троица Сергееву лавру в Сергеевом Посаде и свято-троицкую Александра Невскую в Петербурге. В обоих случаях это обители, сыгравшие важнейшую роль в духовной жизни страны. И за многие уже столетия заслужившие чести называться лаврами. Место для лавры в северной столице выбрано не случайно. Решение о том принимал Петр I лично. Летом 1710 года русский государь осматривал места, где быть каким строением. И над Невою рекою при Санкт-Петербурге на устье речки Черной усмотрел изрядное место, которое называлось Виктори, где указал строить монастырь во имя Святой Троицы и Святого Александра Невского. Разработку каменного монастырского комплекса поручили итальянскому архитектору Доминико Трезини, автору главного пейзажа города. Именно он придал Петропавловскому собору его неповторимый устремленный вверх вид. Согласно чертежам под названием «Генеральное каменное строение», вход планировался со стороны Невы в виде пристани. От акватории к Троицкому собору должна была проходить широкая аллея, окруженная фонтанами и цветниками. Но в окончательном варианте от нескольких монашеских корпусов, как и от пристани, отказались. От монастыря к Петербургу была проложена центральная улица Невская Першпиксива. Каменное строительство, сменившее деревянные постройки, пришлось уже на времена правления Елизаветы Петровны. Подрело государнее серебряную раку в стиле барокко, украшенную надписями Михаила Ломоносова. В ней были помещены мощи благоверного Александра Невского, чье имя стало таким же значимым для морской столицы, как имя Георгия Победоносца для Москвы. Постепенно возрастала значимость самой духовной обители. В ее стенах заработала первая городская типография, издававшая книги религиозного содержания, буквари, наставления, ученые труды. Открыла двери славянская школа для детей духовенства, преобразованная в семинарию и академию. Среди воспитанников академии был и святой праведный Иоанн Кроштадский, известный своей благотворительной деятельностью и своими проповедями. В зависимости от течения времени и личности государя, головенствующий приоритет Лавры то возрастал, то уменьшался. Неизменным оставался авторитет духовной обители у горожан. В Благовеченской церкви Александра Невской Лавры нашли последний приют государственные и царственные особы. Александр Суворов, Алексей Разумовский, Анна Леопольдовна. В Некрополе значимые для города люди. Художники Иван Шишкин и Архип Куинджи. Писатели Федор Достоевский, Николай Крамзин. Доказательством и примером народной любви и единства послужил и крестный ход, совершенный в 1918 году. Когда по указанию советской власти помещение Лавры решено было реквизировать, путь красноармейцам преградила толпа верующих, состоявшая из десятков тысяч людей. Преданными вере до конца остались и насельники Лавры. Архиепископ Одесский и Херсонесский Прокопий отказался выдать ключи от кладовых, за что впоследствии был заключен в тюрьму, подвергся ссылкам и расстрелам. Почти все монахи обители не избежали смертельной участи. Помещения Лавры постепенно пустели и менялись с новыми порядками. Осквернению подверглась и сама Лавра, как ее главный святой Александр Невский. Рака была вскрыта, а его мощи выставлены на всеобщее обозрение. Но то, что создано по велению Бога, не может быть предано забвению. В 1996 году началась новая жизнь Александра Невской Лавры. Открылись двери Лавры верующим, начались богослужения. А указания, данные государем Петром I, пока исполняются неукоснительно. Непременно быть на том месте монастырю.